На комбинате Запорожсталь завершился масштабный ремонт. Главные его объекты в цехе горячей прокатки тонкого листа и обжимном цехе. Здесь капитально отремонтированы основные производственные мощности. Стан Слябинг и Стан 1680. Десятки миллионов гривен инвестиций и беспрецедентный для комбината объем работ. Ответственные за их качество и слаженность действий более чем полутора тысяч специалистов директор по инжинирингу комбината Запорожсталь Владимир Буряк. Отличие нынешнего ремонта не только в его масштабности. Впервые на комбинате параллельно с капремонтом в прокатной группе проводились расширенные текущие ремонты второй, третий, пятый доменных печей, а также газового оборудования. Максимально эффективно использовать время капремонтов для улучшения работы всех подразделений – один из шагов реализации стратегии развития предприятия. Очень выгодно в этот период делать ремонты доменных печей, потому что мы снижаем въем производства доменного производства. Потому что это как бы лишние слитки, которые на сегодняшний день не будут востребованы на комбинате. Время капитального ремонта – 10 суток. К работам привлечены около 1600 специалистов. Большинство из них, и это тоже впервые в истории Запорожстали, работники комбината. И самое главное, что я бы отметил, что в отличие от предыдущих периодов данные ремонтные работы мы выполняем практически на 75% работниками комбината «Запорожсталь». То есть работниками ремонтных цехов, как главного механика, так и главного энергетика. Подрядчикам отводится уже роль, скажем так, 25% с общего объема. Тщательная подготовка к масштабным работам – экзамен для ремонтных подразделений комбината. Некоторые задачи им приходилось решать впервые. Часть таких работ успешно проведена коллективом цеха ремонта металлургического оборудования номер 4. По моему мнению, два фактора, которые присутствовали в период всего ремонта, помогли нам с этим справиться. Ну, прежде всего, это всегда мы чувствовали опору наших коллег. Директор по инженерингу Владимир Викторович Буряк. Всегда мы чувствовали плечо, поддержку, начиная от доброго слова и уместной шутки, заканчивая каким-то совместным принятием сложных технических решений. Ну и второй аспект тоже немаловажный – это слаженная работа всего цеха. Масштабный ремонт – не только непосредственно ремонт оборудования. Это большая подготовительная работа, в частности, коммерческой и транспортной службы. Ведь необходимые детали и узлы необходимо приобрести и доставить на место в четко установленные сроки. Координировать все процессы – одна из задач инжиниринговой службы. Ее руководители возникающие вопросы решали непосредственно на объектах. В комплекс капитальных и текущих ремонтов инвестировано более 62 миллионов гривен. Средства вложены и в обеспечение стабильной работы оборудования, и в улучшение условий работы коллектива. Также хочу отметить, что впервые, по-моему, за последние 50 лет мы капитально почистили все оборудование, перелив в надлежащий порядок, покрасили. Сейчас стан засиял. Я думаю, что после проведения капитального ремонта качество на стане улучшится в разы. Ассортировка уменьшится. Межремонтный период, я думаю, мы увеличим в среднем на 2-3 дня. Это даст свой положительный эффект в дальнейшем в работе, скажется на всю работу стану. Поставленные цели достигнуты. Весь комплекс работ, заверяют специалисты, положительно скажется на энергоэффективности производства. Повышена надежность оборудования. Увеличен межремонтный период. Но главное, коллектив предприятия приобрел бесценный опыт слаженной работы при решении сложных технических задач для обеспечения максимальной эффективности производства.